Всем привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на пару каток Т26Е3 Игл-7. Перед тем, как мы с вами начнем, хочу как обычно попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал, подписаться и поставить лайк этому видео. Я буду вам очень благодарен за поддержку моего канала. Итак, давайте будем начинать. Т26Е3 Игл-7. Что это за машинка? Это средний танчик 7 уровня. В принципе, довольно неплохая машинка, но самое интересное, что на данный момент в магазине есть похожая машинка. Тоже 7 уровень, тоже средний танк, тоже Соединенные Штаты, только это Т23Е3. Вы, безусловно, можете сравнить эти две машинки на каком-нибудь интернет-портале, который позволяет проводить сравнительную характеристику машин в отношении их бронированности, скорости и всего остального. Но по цифркам понять, какая из этих машинок все-таки более приемлемая, более интересная конкретно вам, будет немножко сложновато. Да и тем более, что самое интересное, что цена абсолютно одинаковая на обе этих машинки. Обе машинки идут лысые, ничего в комплекте нет, только сама машина, ну и, соответственно, место в ангаре под нее. И та, и другая машинка стоит 3500 голды. И вот здесь, для тех, у кого нет ни одной, ни второй из этих машин, возникает вопрос, а кого же из них себе выбрать, для того, чтобы получать фан от этой игры, ну и, соответственно, фаниться именно на одной из этих машин. Давайте сначала поговорим о самом Т26Е3 Игл-7. Технические характеристики данного танчика углубленно рассматривать мы не будем, потому что, в принципе, нам это, мне кажется, ничего особо не даст. Мы знаем об этой машине, что у нее 2000 урона в минуту, у нее 6,5 секунд перезарядка, у нее 225 единиц среднего урона за выстрел и бронепробиваемость на уровне 160 единиц. Я предлагаю выкатить сначала данную машинку из ангара, посмотреть, что она может в бою, ну а потом уже обсудить, что же все-таки выбирать из этих двух танчиков. Итак, давайте отправимся в бой. Обратите внимание, мы находимся в топе. Сбой начинается. Для этой машинки закономерно то, что, как правило, ну, по крайней мере, у меня, в основном эта машинка попадает не в топ. И, как правило, мы играем с восьмерками. Играть с восьмерками на этой машинке немножко сложновато, потому что у них и бронепробития побольше, ну и, как правило, разовый урон тоже является чуть-чуть более значительным. Аккуратничать на этой машинке периодически все-таки придется. По бронированию это обычный средний танк, я не могу сказать, что он играется как-то особенно. Есть действительно средние танки, которые очень тяжело пробить, тяжело что-то выцелить, он к ним не относится. У него хорошее бронирование маски орудия. Маска орудия действительно большая. Она перекрывает практически всю башню. Есть небольшая комбашенка, которую на большом расстоянии выцелить, ну, в принципе, можно, но сложновато. Так, сама башенка не является сильно высокой. В принципе, можно неплохо отыгрывать где-нибудь от каких-нибудь холмов. Итак, мы сейчас втроем держим, по сути, еще четверых. До этого было их пятеро. Теперь уже получается и шестой был враг здесь, мы его не видели. Сейчас попытаемся немножко сдержаться. Может, наши как-то немножко подкатятся с тыла. Ну, а мы с вами, пока мы немножко прячемся, обсудим саму машинку. Подвижность машинки, ну, меня, честно говоря, радует. Для среднего танка подвижность очень неплохая. И сказать, что она там является какой-то имбовой, ну, нет, абсолютно имбовой подвижности у этого танчика нет. Но этой подвижности достаточно для того, чтобы подняться на полник, сделать шот и скатиться назад для того, чтобы вас не попали, ну, или, по крайней мере, перестали вас выцелить. Прятаться на этой машинке плюс-минус комфортно. Что касается орудия, ну, немножко долговатая перезарядка у этого орудия. Но мы вернемся к этому вопросу тогда, когда выйдем из боя. Итак, смотрите. Мы, в принципе, поиграли, ну, не так уж и много, да, если смотреть в глобальном масштабе самого боя. Мы получили несколько пробитий. Мы получили не пробития, а маску орудия. Все пробития, которые к нам прилетали, они прилетали к нам как в верхний, так и в нижний бронелин. О чем это говорит? Это говорит о том, что данная машинка является комфортной для игры. Желательно где-нибудь из-за каких-то укрытий, которые прикрывают нижнюю часть танка и открыта только башня. На башенке есть довольно неплохие скосы, которые позволяют такие рандомные рикошеты где-то отлавливать. Если в бачок, то, конечно, башенка пробивается очень легко. Комбашенка не такая уж и большая. Ну, вот как-то приблизительно так в отношении танчика. Что касается боков, что касается кормы, безусловно, танчик будет прошиваться, будет прошиваться там без особого труда. Что касается орудия. Орудие довольно точное. Сказать, что это орудие является каким-то там выдающимся по показателям, нет, абсолютно не выдающееся, но оно комфортное. Сказать, что вам будет не нравиться данная пушка, я не могу. Что касается подвижности в бою, не просто езды там вперед-назад и куда-то прятаться, а суммарной подвижности с учетом скорости поворота башни. Но ее хватает. Я не могу сказать, что эта машинка является какой-то там заурядной. Она абсолютно не заурядная. Это очень хороший танчик, веселый, интересный. Ну, по крайней мере, для того, кто имеет плюс-минус опыт игры на средних машинках и любит такую тактику игры. Давайте посмотрим, как... ...вынесут последнего врага. Вернемся в ангар и посмотрим на результаты. Итак, братцы и танкисты. Ну, вот результат нашего боя. Мы слились вторыми в бою. Мы держались столько, сколько могли. Против нас было преобладающее количество над нами врагов. И что мы имеем? Мы нанесли 1670 урона. К сожалению, никого не уничтожили. К этому немножко позже мы вернемся. Заблокированный урон всего 320 единиц. А это, в принципе, ну ни о чем в отношении бронированности. Что касается фарма. Мы победили. С учетом того, что мы в команде заняли заслуженное второе место по нанесенному урону. А это, в принципе, уже немало. Мы получили за это все чистыми, ну, можно сказать, 30 тысяч кредитов. Много или мало, ну, судить вам. Мне кажется, что как для среднего танчика седьмого уровня, с учетом того, что мы слились вторыми, и пятеро наших ребят продолжали дотягивать этот бой и его вытащили, то, в принципе, 30 тысяч это немало. Это нормально за то, насколько мы отыграли. Теперь давайте закатимся еще раз. Итак, вот нас сбросило теперь в бой против восьмерок. Нам повезло, что восьмерок у врагов только две. Хотелось бы отметить, что очень часто бывает такое, что Игл-7 заходит семеркой сверху, и над ним еще есть четыре восьмерки, тогда немножко еще тяжелее играть. Но в целом наличие двух восьмерок в бою, а это у нас Т-28 Defender, который барабанный, и фершинг, ну, в целом, пока еще нормально. Вот когда вам придется схлестнуться на этой машинке с восьмерками тяжами и попасть в какой-нибудь такой вот замес, когда они будут против вас, ну, это будет немножко уже похуже. Итак, вот перед нами Т-23Е3, с которым мы этот танчик будем сравнивать и обсуждать вопрос, какой танк себе брать. Давайте попытаемся посмотреть на этот танчик в прицеле. То есть в прицеле нашего танка этот танк является абсолютно зеленым, как трава. Ну и, как видите, его, в принципе, разбирают ничем не лучше, ничем не хуже, чем нас в предыдущем бою. Бронепробитие в 160 единиц для этой техники в седьмом уровне, в принципе, это, ну, немного, но и нельзя сказать, что этого мало. То есть, в принципе, вы что-то да можете, да, выжимать из этой машинки. Вот тут немножко я не успел включить ремку и откатиться, да и тем более мы немножко все-таки галопом побежали в атаку. Тут, наверное, я больше виноват. Не могу сказать, что это является показательным для этой машинки, да, то есть вот такие вот игры и сливы. Но в целом, плюс-минус, можно рассчитывать на то, что вам будет комфортно играться на этой машинке, только лишь в случае, если вы едете вместе с командой, а не так, как у нас сейчас произошло, что я ушел вперед, и наших немножко сзади разобрали ТТ, которые с левой стороны стояли. То есть, в целом, вы можете что-то выдавать, но, честно говоря, вот, ну, плюс-минус вот так, как в первом бою, не в этом, во втором, если вы будете плюс-минус аккуратнее играть, чем я, безусловно, у вас будет получаться вот такой вот где-то среднячок, и у вас и будет стандартные бои, такие, как был наш первый. Итак, не будем досматривать бой, сразу в ангар, и кое-что с вами обсудим. Итак, давайте с вами поговорим о том, что на данный момент является, по моему мнению, самым важным и интересным в обсуждении данной машинки. Я решил обсудить с вами эту машинку не потому, что она вывалилась просто в продажу, а потому, что есть варианты выбора Т26Е3 или Т23Е3. И теперь давайте будем обсуждать. Дело в том, что эти машинки, они очень похожи, ровно настолько, насколько они принципиально разнятся друг с другом в отношении своих возможностей в бою и в отношении того, насколько вам будет плюс-минус комфортно играть на этой машинке, насколько вы будете на ней отжигать. Итак, давайте по техническим характеристикам пройдемся очень кратко, по Т26Е3, для того, чтобы понимать, что я хочу вам сказать в дальнейшем. У нас урона идет, запоминаем эту цифру, 2082. Давайте округлим до 2000. Время перезарядки 6,5 секунд. Пробитие 160 единиц. И наносимый урон 225 единиц альфы за один шот. Теперь заходим на вторую машинку и смотрим характеристики те же самые у этой машинки. Итак, характеристики у этой машинки. Против 2000 у игла 23Е3 имеет 2500 урона в минуту. Время перезарядки у него меньше на 3 секунды. Три и восемь десятых. Итак, бронепробитие 160. Здесь у нас идет равный счет между двумя машинами. Ну и наносимый урон 160 единиц против 225. К чему я это все рассказываю? А рассказываю я это к следующему. Дело в том, что по моему скромному, ну и абсолютно субъективному мнению, Т23Е3 все-таки в гонке за звание танчика, который должен поселиться у вас в ангаре за 3500 золота. А я считаю 3500 золота для этой семерки довольно небольшая сумма. И я бы себе, честно говоря, взял ее, если бы у меня ее не было. Дело в том, что мое мнение склоняется к Т23Е3. И сейчас я вам кратенько объясню почему. Дело в том, что подвижность у этой машинки не существенно, но по ощущениям в бою все-таки немножко получше. Что касается бронирования. Бронирование, да, безусловно, все-таки у игла оно немножко какое-то вот, ну чуть-чуть получше. По крайней мере, по ощущениям. Я не буду вдаваться в цифры там брони... брони передней, брони задней и сравнивать в таблицах просто по ощущениям. Вы-то будете играть не на основе цифр, а как вы будете этот танчик чувствовать в бою и насколько вам он будет нравиться. Так вот, мне кажется, что Т23Е3 он все-таки немножко выигрывает. Да, тут чуть побольше комбашинка. Да, тут чуть поменьше масочка орудия, которая все равно принимает рикошеты. В принципе, очень удачно. Да, тут, безусловно, немножко не такие углы брони, как у игла. И да, возможно, вам покажется, что он все-таки чуть мягче. Но вот в чем он все-таки лучше, так это в наносимом уроне. По одной простой причине. Не смотрите даже на цифру в 2500, хотя это круто, потому что 2500 встречается у десяток, да, как урон в минуту. Только запасы прочности там повыше. Но в целом, вот там 2000 урона, у этого танчика 2500. И вы реально сможете действительно в бою делать чуть больше для команды и для своего фана, чем на игле. По одной простой причине. Потому что время перезарядки составляет на 3 секунды меньше, а в нашем случае это оно меньше практически в 2 раза. Наносимый урон 160 единиц. Таким образом, если на игле вы будете выдавать за один шот 225, то за то же самое время, проводимое в бою, вы будете выдавать за два шота 320 среднего урона. То есть средний урон у этой машинки в свои 6,5-7 секунд выше, чем у игла. И на игле вам необходимо откатываться подальше, перезаряжаться, возвращаться на позицию, стрелять. На этой машинке, попав в хороший замес, в такой, в котором вас не отстреливает вся или половина команды противника, вы будете давать сдачи гораздо суровей и гораздо неприятней. Нанося по 160 лучше, мне кажется, каждые 3,5 секунды образно, чем каждые 6,5 секунд наносить урона всего лишь на 60 единиц больше. Это мое субъективное мнение. У меня есть и та, и другая машинка. И я, в принципе, поиграл и на той, и на другой, и для себя выбор сделал. Какой выбор сделаете вы между двумя этими машинами, безусловно, решать вам. Моя вам рекомендация. Если вы хотите посмотреть, как играется Т23Е3 в руках обычного нестатиста, у которого статистика побед менее 50%, и хотите примериться, а как у вас в руках будет играться Т23Е3, и как он играется, допустим, в моих руках, с учетом того, как вы видели, как играется в моих руках Т26Е3 Игл7, зайдите на мой канал, посмотрите это видео. Я постараюсь добавить ссылочку на видео в описании, либо в конце данного видео где-нибудь здесь на экранчике. Всех вам благ, всего хорошего, заходите в Танки, Фантись, получайте удовольствие, подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео, возвращайтесь, и обязательно выложу еще что-нибудь новенькое, интересненькое. Всех благ, всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!